хорошо добрый вечер мы прошлый раз попытались понаблюдать за мотивом отцов и детей в книге шмуэля и я думаю что мы могли уже на основании того материала который мы посмотрели убедиться в том что этот мотив играет достаточно серьезную роль в рамках исторической концепции автора то есть неполадки в семье лидеров так или иначе сигнализирует начале какого-то распада на это было в истории или его сыновей это было в истории шмуэля его сыновей и это было в истории шауля его детей с той лишь разницей что рассказ случае шауля гораздо более подробный и там как бы разлад заключается не столько в том что дети не идут путем своего отца сворачивать с пути с честного пути идут путем неправедным а в том что дети не поддерживают притязание своего отца на абсолютную власть на сохранение династии и в чем-то можно сказать в этом состоит трагизм ситуации шауля который в общем не в состоянии не только удержать за собой трон но даже передать своим детям ощущение права на этот трон а как бы очевидно что с точки зрения автора рассказчика это естественно все спланировано свыше шауль отвергнут и то что дети его поддерживают того кто его сменит свидетельствует о том что как бы игра игра проиграна здесь надо отметить что книга шмуэля в отличие от предыдущих скажем книг как то книги торы книга его шуа во многом книга судей книга шмуэля достаточно часто не всегда конечно достаточно часто скрывает лицо бога и как бы при том что было заявлено что шауль отвергнут богом но в самих историях о ионатане о михале поддерживающих давида не фундируется все время вот эта мысль что это все от бога в повествованиях о давиде это еще более больше будет бросаться в глаза такой исследователь танаха ицхак карьезе лигман который занимался еврейскими штудиями в середине двадцатого века здесь в израиле назвал это явление двойной причинностью и влите и он под этим подразумевал как раз то что с одной стороны нам очевидно что за всем стоит бог и время от времени это прорывается и проговаривается но в тоже но одновременно люди действуют сообразно своим побуждением своим каким-то целям может быть такой наиболее яркий это на самом деле не только в книге шмэля это и далее в книге царей книги малахим один из наиболее таких ярких примеров о которых еще будет речь впереди это раз по история с распадом единого царства но так или иначе здесь мы тоже видим некую подобную картину нам все время не говорится на каждом шагу что то что происходит это осуществление реализация плана бога а люди действуют в меру своего понимания ситуации и в результате это приводит тому результату к тому к тем последствиям которые действительно были заявлены изначально сегодня мы поговорим о семье давида и о мотиве внутри этой семьи он достаточно ясно ясно отличается всего того что мы видели до сих пор мы уже обсуждали особенности этого повествования и вопрос о том в какой мере это повествование является чем-то органичным внутри внутри рассказа о падении дома шауля и возвышении дома давида сегодня мы сконцентрируем свое внимание именно на текстах связанных с мотивом семьи отцов детей братьев сестер сейчас я открою и мы начнем окей и так начнем мы с того что нам рассказывается о давиде и его братья еще до того что давид становится царем давид еще никому не известен в первом же рассказе в котором он появляется давиде рассказывается что он преамбула шмуэль приходит в дом к отцу давида и шаю с тем чтобы помазать будущего царя перед ним вереницей проходят сыновья и шая и ни один из них не избирается и наш мой спрашивает нет ли еще кого то есть но этот кто-то это пасет скот и вот как раз тот пасет скот младший сын и оказывается божьим избранником ситуация немножко напоминающая золушку в мужском образе давид то время как все остальные братья находятся так сказать на балу на смотринах он волняет тяжелую работу по поручению отца и именно его в результате младшего сына избирает бог быть для того чтобы стать царем израиля тут конечно вписывается еще и мотив младшего известно нам и начиная уже книги решит когда избирается для какой-то высокого для высокого предназначения именно младший сын они старший но здесь как бы пока в этом тексте очень так смутно но дан намек на какое-то внутреннее напряжение в семье второй раз это напряжение в семье проявляется когда давид находится в израильском стане и спрашивает по поводу того как царь собирается наградить человека способного победить галиафа и тут он сталкивается с одним из своих братьев со старшим братом и этот брат чрезвычайно не выдержан по отношению к давиду он сердится на него и говорит ты пришел сюда и бросил скот который должен был спасти в пустыне я знаю зло твоей натуры они я дать и зон хавы троли вовка ты пришел только что поглазеть на войну давид кое-как оправдывается в общем как бы в самом начале мы чувствуем что в семье давида есть какое-то напряжение какой-то ничего сверх этого книга шамуэля нам не сообщили вообще семья давида потом практически исчезает они упоминают еще один раз когда давид спасаясь от преследования шауля оставляет свою семью как там сказано в муаре вот так вообще никаких больше сообщений нет и именно на этом фоне свою семью я думаю это своих жен там детей ни жены ни детей там сказано так как раз речь идет о родителях и говорится так одну секунду сейчас мы это место найдем вот и пошел давид муав это 22 глава и сказал старю муава вот мой отец и моя мать пусть они останутся с вами до тех пор пока я не буду знать что мне дешевле пока мне бог не скажет что я должен делать и они действительно остаются с ним отец мать кстати мать которая никак не была упомянута раньше и вот на этом фоне удивительно сравнить библейское повествование с мидражом который в общем достаточно поздний на поздний средневековый мидраж называемый елкут хамихири роли ты или книги ты или не удивительно что там рассказывается о давиде поскольку не готовить или приписывается на виду и там рассказывать совершенно удивительная история я умею сейчас как бы кратце перескажу у и что я говорится там было шесть старших сыновей вопытно что именно 6 и не 7 по танаху по танаху их 7 и давид получается это и получается 8 вот она в этом петраше говорится 6 сыновей и он после того как эти дети сыновья родились оставил свою жену и не жил с ней вместе в течение трех лет а по истечении трех лет он увидел красивую рабыню которая была у них доме и влюбился в нее сказав ей дочь моя приготовь себя на эту ночь на ближайшую ночь рабыня же вместо того чтобы исполнить приказание своего господина отправилась госпожи и сказала и так и так надо что-то делать спаси себя из своего и меня и господина моего от тяжкого наказания как там сказано миге геном там у нее спрашивает что случилось и рабыня рассказывает ей всю эту историю госпожа говорит но я ничего не могу сделать он уже три года не приближается ко мне на что она рабыня отвечает так у меня есть план ты приготовь себя и я приготовлю себя вечером когда он скажет и закрой дверь войди в комнату а я выйду это и так они сделали вечером рабыня погасила свечу закрыла дверь комнаты и вошла вместо нее госпожа а рабыня вышла и всю ту ночь отец давида наслаждался любовью с госпожой и она забеременела от него и таким образом родился давид как там сказано родился он красным или рыжим отсюда говорят что человек должен украшать самого себя когда он находится рядом с женой и когда она выходит из миквы через девять месяцев сыновья и шая хотели убить как мать свою так и ее сына давида видя что он рыжий и считая что он прибудный на этой шай сказал им оставьте его он будет вашим рабом и будет пасти скот и так это продолжается течение двадцати восьми лет до тех пор пока всевышний не сказал шумуэлю пойди в дом кишаю в этляхе и и когда когда шауля вызвать давида вызвали отстан и он явился при лицо шумуэля елей масло стало пузыриться и подниматься и сказал бог шумуэлю помажь этого ибо он только его выбрал и он вылил на голову давида масло и масло превратилась драгоценные камни и в жемчужины и как и шай же его сыновья смотрели на это с ужасом и благоговением и и сказали наверное шумуэль пришел только для того чтобы нас опозорить и объявить на весь израиль что у нас есть негодный сын а мать давида в это время радовалась внутри себя и тело только делала вид что печалится внешне но когда поднял давид бокал избавление косы шо то возрадовались все шумуэль же встал и поцеловал его в голову и сказал словами из псалма господь сказал обо мне ты сын мой и тогда мать его сказала в этот момент камень который отвергли строители написано без вава поэтому можно прочесть вместо бонин 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 сыновья и и сказала сын которого отвергли его братья именно он стал главой угла и превзошел всех и тогда все остальные подтвердили словами из того же псалма мы от аду на их айта зот от господа было это поэтому этот день который мы будем радоваться за ем нагирование смеха бог вот такой вот оригинальный интересный мидраж повторяем он конечно поздний но с другой стороны никогда на самом деле не знаем до конца какой степени древности традицию от может отражать тот или иной мидраж даже если он появляется в поздних сборников с поздних сборниках скажем такой человек как я ирзакович исследователь танаха полагает очень что очень часто именно вот таких периферийных так сказать источниках может затеряться какая-то древняя традиция отвергнутая в мейнстриме теперь понятно что этот мидраж он как бы создает цепочку различного рода интертекстуальных ассоциаций нетрудно заметить что он апеллирует и к рассказу о иакове и леи и рахели которые бы были под лея была подменена рахелию он апеллирует и к рассказу о иудее и тамар книги вы решит тамар которая забеременела и иуда собирался отдать ее на казнь за блуд вот понятно что этот рассказ он как бы этот мидраж он перерабатывает использует те кирпичики из которых составлены рассказы книги решит и в книге шумуэля но не исключено что он как бы одновременно разрабатывают ту едва наметившуюся жилу которую я попытался вам представить здесь а вот это едва заметное напряжение внутри семьи давида давид от единственный кто не находится в доме во время жертвенного заклания во время прихода шумуэля он пасет скот он вроде как отвергнут он тот кто сталкивается со своим старшим братом на поле боя и тот обвиняет его а это сразу же тоже вызывает целый ряд ассоциаций например все рассказы книги решит о конфликтах между старшим и младшим братом начиная с каина и эбеля и до продолжая дальше ишмаэль исхак и савьяков братья иосифа и иосиф постоянные конфликты здесь они не доходят до какой-то тяжелого экстрема который мы видим и решит но тем не менее он как бы отчасти заявлен и вот этот мидраж он создает тот наращивает то отсутствующее мясо на кости на скелет этого рассказа создавая тем самым ситуацию где действительно изначально давид был отвергнут отвергнут собственной семьей должен был как бы доказывать свое право на на избранность кстати говоря конечно этот мидраж использует еще один рассказ где прямым текстом сказано что будущий лидер является отверженным является паре это рассказ из книги судей шофтима об эфтахе судей эфтахе которого тоже отвергли собственные братья потому что он был сыном блудницы как там сказано или чужой женщины вот таким образом если на этом этапе подытоживаю то что мы сказали еще до прихода власти еще до всякого царства давид находится в разладе собственной семьей этот мотив повторяю никак дальше самой книги шмоле не проговаривается но зато есть другие матемы которые очень подробно освещены и вот мы сейчас сначала вкратце их перечислил а потом более подробно рассмотрим если как бы все воедино собрать то получается картина довольно таки тяжелая мы переходим давиду и его дети чего все начинается начинается драматизм драма начинается с гибели первого сына который был рожден батшевы младенец который умер за грех давида и рождение второго сына шлому так сказать то ружье которое должно выстрелить в конце пьесы но действительно потом выстреливает пока что он только объявлен после этой истории есть история со мной на тамар такая совершенно шекспировская история где брат насилую собственную сестру затем самым он погибает от рук своего младшего брата а в шалома единоутробного брата тамар амнон и тамар это брать и сестра сводные по отцу а в шалом и тамар родные единоутробные брат и сестра давид а в шалом после того что делает это бежит от давида и скрывается своего деда за пределами иудеи пока наконец совместными усилиями в частности усилиями ел ава военачальника давида его не возвращает но при этом не допускают власти что в результате приводит к восстанию Turnous Quality сыны давида и и его гибели значит о реакции давида на эту гибель мы отдельно поговорим но и на этом всё дело не кончается Это происходит противоборство между следующим сыном Давида, Адонией, и самым младшим сыном Давида, Шлому. Об этом рассказывается в первой главе книги царей Лахим. После смерти Давида Шлому воцаряется и гибнет Адонией, которого Шлому казнит. Это вкратце то, как выглядит развитие событий. До того, что мы войдем в некоторые подробности, я открыт сейчас для вопросов и замечаний. Все равно посмотрю, нет ли кого, кто ждет. Вроде пока никого. Если есть какие-то вопросы или замечания, то сейчас самое время это сделать. Можно я маленько... Я совершенно согласна с этим выводом, что чувствуется там некоторая напряженность в семье Давида, хотя никак это не раскручивается. Тем не менее, я хотела бы добавить, что, видимо, по пшату, автору было понятно, почему младший сын пасет овец. Потому что это, в общем-то, обычаи, принятые всюду, что овец пасут детям всюду. И сегодня это, так сказать, арабы наши двоюродные братья, которые здесь в пустыне... Или старики, или дети. Потому что это такая вот работа, не то, что пахать землю, она довольно простая, и это всегда дети. И младшие сыновья делают. Так что, как бы, это естественно, что он где-то там пули пасет овец, и это его ответит. Окей, можно, конечно, посмотреть на это и так, поскольку текст никаких оценок не дает. Можно посмотреть и так, что он как бы... Не, ну такая часть... ...воей младностью. Вот, но можно увидеть в этом именно... Я же не изражаю. Я хочу сказать, что есть место. То есть, как бы, это тоже... Ну, неважно. Хоть он там и потом говорит. Ага, что и во время, когда он посоветово тоже совершал геройские подвиги там. И побеждал в этом. Медведя и так далее. Да. Верно, верно. Я с этим не спорю. Единственное, что, опять же, я с самого начала сказал, что, как бы, напряжение это такое очень смутное, скорее намек на напряжение, потому что все находятся дома и встречают Шмуэля, а вот Давида нет. Как бы, и он пасет скот где-то. И это действительно такой вот, как бы, напоминает фольклорный сюжет, хорошо нам известный, вот такого своего рода золушка в мужском образе. Вот, но, опять же, можно по-разному это, конечно, интерпретировать. Я согласен. Еще у кого-то замечания, вопросы? Окей. Значит, я снова открываю тогда этот файл. И мы немножко более подробно сейчас пройдемся по тому, что я сказал. Ну, значит, что касается смерти первого сына, рожденного Батшевой, то, значит, мы, собственно говоря, коснулись этого элемента сюжета, когда говорили о истории грехе Давида с Батшевой о гибели Урии. Вот, значит, очевидно, что с точки зрения автора книги здесь проявляется принцип мера за меру. Значит, вообще говоря, погибнуть должен был сам Давид, который послал Урию на смерть. Вот, но вследствие того, что он раскаялся, этот грех, это преступление переносится на его сына-младенца. И как бы для автора книги Шмуэля здесь нет какой-то такой ясной, очевидной моральной дилеммы. Моральная дилемма появляется в гораздо более поздних текстах, которые отвергают принцип наследственного воздаяния. Встречаем эти тексты, скажем, у пророка Ихискеля, встречаем это в книге Деврея Мим, значит, категорическое отрицание идей наследственного воздаяния. В книге Шмуэля и в книге царей это как бы некоторое обычное развитие событий, из раза в раз повторяющиеся. Значит, еще один известный пример это утверждение о том, что храм был разрушен за грехи царя Менаше, но при этом сам Менаше умирает в своей постели. И наказание совершается даже не во времена сына и не во времена внука, а лишь в поколении правнука Менаше совершается это наказание, объявленное Богом, разрушение Иерусалима и храма. Вот, значит, когда рождается Шлумо, то ему дается здесь второе, и, во-первых, говорится, что Бог его возлюбил, Ваадунай Ахэво, и ему дается второе имя, Едидья. Иногда Танах толкует имена при помощи синонимичных корней. Что такое Едидья? Едидья – это возлюбленный Господом. Это два синонимичных корня. Один корень Ахов – любить, и другой корень Дод или Ядод, который тоже обозначает любить. Значит, таким образом, здесь в этой ремарке сразу же заявляется, что как бы неясным, непрямым образом, что именно Шлумо – это тот, кто в результате будет избран Богом. Опять же, младший сын, парадоксальным образом, рожденный от женщины, которую Давид взял себе в жены неправедным образом. И опять же, некоторые комментаторы, настроенные крайне критически, считающие, что автор книги Шмуэля настроен крайне критически по отношению к царской власти, говорят о том, что вот даже избранник Бога Шлумо – это человек, который был рожден в результате брака, в основе которого лежит преступление. И, возможно, именно поэтому сам Шлумо тоже кончает грехом и преступлением, впав в язычество. Но, по крайней мере, в начале, в 13 главе книги Шмуэля, как бы заявляется о его особой связи с Богом. Теперь я напомню вам, что в этой же главе, в 13-й, в 12-й, Давиду объявляется приговор, который состоит в том, что за его преступление меч теперь не отойдет от его дома, то есть от его семьи, навеки. Дальше, как я уже и сказал, автор не фундирует это утверждение, он его не повторяет. Все, что рассказывается дальше, это, казалось бы, некоторое естественное следствие событий, подчиненных какой-то внутренней логической связи. Но при этом, как бы, читатель понимает, что все это реализация вот этого приговора. Теперь, что касается истории Амнона и Тома, то я не буду подробно здесь ничего пересказывать. История известна. Я только скажу, что речь идет о своего рода таком, можно сказать, ремейке истории с Диной. Как очень часто, так и в книге Шмуэля, так и здесь наблюдаются какие-то переклички между рассказами книги Берешита и рассказами книги Шмуэля. Значит, в обоих случаях речь идет о своего рода похищении девушки. В одном случае о похищении девушки инородцем, в другом случае, это в книге Берешит, в истории с Диной, в другом случае о похищении девушки ее собственным братом. И в каком-то смысле история здесь еще более зловещая, потому что происходит инцест. Правда, надо отметить, что из самого рассказа до конца непонятно, автор его целиком и полностью отвергает возможность такой связи между братом и сестрой. Или же проблема в том, что Амнон, подобно Шхему в истории с Диной, берет себе женщину силой, насилует ее. Дело в том, что сама Тамар в этой истории говорит о том, не делай этого, брат мой, обратись к отцу нашему и попроси меня у него, он тогда тебе даст меня. Возможно, что это некоторая уловка Тамар, попытка ее отвести удар, а возможно и что-то соответствующее реально существовавшим обычаям. По крайней мере, мы видим, что и в книге Берешит заявляется, что Авраам и Сара были братами с сестрой по отцу. Но так или иначе, то, что происходит с Тамар, перехлестывает в известном смысле то, что происходит с Диной. Дину Шхем забирает себе и не намерен от нее отказываться. Что касается Амнона, старшего брата Тамара, то, влюбившись в нее вот этой болезненной любовью и удовлетворив ее, эту свою похоть, он прогоняет ее с позором от себя. И в этом смысле как бы она терпит двойное унижение, унижение от насилия и унижение от отвержения, то, чего нет в истории с Диной. Так же точно, как в истории с Диной, вмешиваются братья. В данном случае один брат, Авшалом, который говорит ей, сейчас молчи, жди, пока не будет совершено необходимое действие. При этом, видимо, он ожидает от отца Давида, что он предпримет какие-то шаги. Но Давид вместо этого не делает ничего. И здесь как бы в первый раз сталкиваемся вот с этой ситуацией слыны, которую проявляет Давид по отношению к своим преступным детям. Царь Давид услышал об этом, и ему стало очень горько, но он не говорил, никакой реакции после этого не последовало. Значит, ему стало очень горько, или он сильно разгневался, но при этом ни о каком наказании Амнона речь не идет. Можно, конечно, понять это таким образом, что Давид считает себя не вправе наказывать своего сына после того, что он сам совершил. И воспринимает произошедшее между Амнон и Тамар как вот это начало наказания, второй этап наказания, обрушившийся на его семью после гибели младенца, рожденного Батшевой. Но, возможно, иначе посмотреть на это Давид, как и Яков в книге Берешит, любит своего сына так, что не в состоянии ставить припоны его проблемным наклонностям. В истории книги Берешит эти проблемные наклонности относительно невинные. Иосиф, которого любит Яков, всего-навсего проявляет гордыню по отношению к своим братьям. Амнон совершает тяжкое преступление, и тем не менее Давид никак не реагирует на это. Поэтому в свои руки берет закон его младший брат Афшалом. И точно так же, как в истории с Диной, где братья Дины обманывают похитителя и в результате убивают его, так же точно и Афшалом добивается от отца права пригласить Амнона на пиршественный, на пир, в котором участвуют все сыны Биадавида, и отдает приказ своим людям убить Амнона. Что и происходит. Продолжается вот эта цепочка смертей и преступлений в доме Давида. Теперь, как я уже и сказал, Афшалом после этого убегает, потому что боится, очевидно, наказания, которое может обрушить на него отец, и пребывает в доме у своего деда, в таком небольшом царстве Гешур на севере иудеи, у своего деда Талмая. И там он находится три года. И при этом говорится так. Вот эта фраза, она не очень легко поддается переводу, на самом деле, несмотря на то, что в ней слова не такие уж сложные. Потому что можно понять эту фразу таким образом, что Давид перестал буквально выходить к Афшалому, то есть пытаться его каким-то образом вернуть, думать о нем, ибо утешился после смерти Амнона. Как бы дело забылось. А можно это понять и противоположным образом, поскольку глагол этот «лихлот» иногда появляется в конструкциях, связанных с тоской, например, с тоской и тем, что человек скучает почему-то, кильоны и наим, то можно понять так, что Давид скучал по Афшалому, ибо утешился после смерти Амнона. Вот эта амбивалентность отношений между Давидом и Афшаломом, она будет продолжаться и дальше. Афшалом, как я уже сказал, возвращает. Есть целая глава, которая описывает то, как Юав приглашает мудрую женщину из Ткоа, которая рассказывает Давиду некую притчу. И из этой притчи становится ясно, что в опасности находится будущее семьи. И в результате Давид соглашается на то, чтобы вернуть Афшалома. Афшалома возвращают, но при этом говорится о том, что он не видел лица своего отца. И это продолжается два года. Два года, после чего терпение Афшалома лопается, и он пытается каким-то образом приблизиться к царю. Царь, опять же, я не вхожу во все подробности, но как бы немножко смягчается, скорее внешне, чем внутренне, целует Афшалома, как сказано в конце главы 14, А после этого начинается история с восстанием Афшалома, которую всю пересказывать я, естественно, не буду. Она длинная, начинается она с 15 главы, заканчивается в 19 главе. Значит, суть истории состоит в том, что Афшалому удается путем лести и убеждений перетянуть на свою сторону значительную часть народа. Афшалом утверждает, что справедливости у Давида искать нечего. И таким образом начинается восстание. Причем, что интересно, что это восстание Афшалома в каком-то смысле представляет собой такой псевдоремейк истории взаимоотношений Давида и Шауля. Если вы помните, бегство Давида от Шауля в сущности начинается с того, что Йонатан, сын Шауля, говорит отцу во время празднования Новомесяча, что Давида отпросился у него пойти к себе домой в Бейт-Лехем с тем, чтобы участвовать в семейном жертвоприношении. И это приводит Шауля в возмущение. Он чувствует, что с его точки зрения зреет заговор. И буквально то же самое происходит сейчас у Афшалома. Афшалом просит у Давида право пойти в Хеврон, в их наследственную отчину, где Давид начинал царствовать, и там принести, исполнить свои обеты. И Давид на эту удочку попадается, он его отпускает в Хеврон. С этого, собственно говоря, и начинается восстание. Восстание Афшалома. И задним числом это как бы может бросить некоторый отсвет на взаимоотношения Шауля и Давида, конечно, чрезвычайно завуалированный, где цель рассказчика состоит в том, чтобы обелить Давида от какого бы то ни было подозрения в измене, в попытке получить власть, свергнуть Шауля. Но вот само по себе, само по себе репродуцирование этой ситуации может как бы привести к мысли, что и там было как бы что-то, что рассказчик скрывает. Афшалом начинает восстание в очень выигрышной для него ситуации, вплоть до того, что ему удается выгнать Давида из Иерусалима и войти в город. Войти в город, при этом это единственное место во всем этом рассказе, где прямым текстом озвучивается участие Бога в происходящих событиях. Происходит там во время входа в город некоторый совет в филях, что делать дальше. Гнаться ли за Давидом или оставаться, укрепляться, усиливаться. Можно уподобить это тому, как Наполеон сидел в Москве. И дают два противоположных совета. Один человек, человек Афшалома, которого зовут Ахитофель из Гило. И про этого Ахитофеля говорится, что он был самым мудрым человеком в окружении Давида до сих пор. Мидраши потом рассказывают о том, что он перешел на сторону Афшалома, поскольку являлся родственником Батшевы и хотел отомстить за ее позор. Так вот, с одной стороны, это Ахитофель, который предлагает не медлить ни минуты... А то, что он был его дедушкой, это как бы из Шатус. Ну да, да, просто это верно, это верно. Я просто хочу сказать, что Мидраш озвучивает причину его перехода в Станов Шалома. Что он хотел отомстить за позор Батшевы. Да, действительно, он как бы заявлено это, что он прямой родственник Батшевы. Значит, и с другой стороны, есть человек, и он призывает немедленно гнаться за Давидом, чтобы уничтожить его, пока Давид слаб. В то же самое время советник, подосланный Давидом, своего рода пятая колонна по имени Хуша и Гарки, предлагает как раз выждать, укрепиться и потом уже с большими силами двигаться против Давида. И вот это одно единственное место, где в этом рассказе напрямую заявлено вмешательство Бога. И Господь решил, заповедал, установил, разрушить мудрый совет Ахитофеля с тем, чтобы навести беду на Авшалома. Это единственное такое место, потому что действительно Авшалом принимает совет Хушая, то ли потому, что воздух вышел и ему уже не хочется отправляться и воевать дальше, то ли просто потому, что у него иллюзия того, что он уже власть захватил. Кстати, непосредственным проявлением захвата власти является то обстоятельство, что он входит к наложницам своего отца. Такой известный древний символ получения царской власти, если царские наложницы переходят к тому, кто эту власть узурпирует. Именно поэтому сын Шауля Ишбошет так воспротивился просьбе полководца Авнера получить наложницу Шауля. И сразу заподозрил его в том, что он хочет захватить власть. А впоследствии Шламо казнит своего старшего брата Адонию за просьбу того получить наложницу Давида, опять же подозревая его в том, что он хочет захватить власть. Во всяком случае, Авшалом принимает совет Хушая, и это таким образом приводит к относительно быстрому концу восстания. В результате, как это описывается в главе 18, происходит уже через определенное время, некая решительная схватка. И в результате этой схватки армия Авшалома терпится крушительное поражение, и сам Авшалом бежит, при этом запутывается своими длинными волосами в ветвях дерева и виснет. Теперь тут важно отметить, здесь мы подходим к некоторому нерву этого повествования, значит, Давид отдает приказ своим людям, ни в коем случае, ни в коем случае, что бы ни случилось, Авшалома не убивать. Он не хочет смерти сына. Теперь вот эта ситуация, в которой Авшалом висит, запутавшись волосами в ветвях дерева, не может, я думаю, и не напомнит нам опять же ситуацию, рассказанную в книге Берешит, а именно ситуацию, историю с жертвоприношением Ицхака, где не сам сын запутывается волосами в кустах, а баран, которого в результате принесут в жертву вместо этого сына. Теперь здесь как бы зеркальное отражение этой ситуации, этого рассказа. В рассказе книги Берешит Авраам готов по требованию Бога принести в жертву своего сына, но в результате в жертву приносится баран, а сын остается жив. В истории с Давидом, Давид, причем важно отметить, что Ицхак ни в чем перед Авраамом не виноват, равно как и перед Богом. Здесь Авшалом восстает против собственного отца, тем не менее Давид требует пощады Авшалому, и именно Авшалом, запутавшийся волосами в ветвях дерева, гибнет от руки Юава, военачальника Давида, который нарушает приказа царя. К чему это приводит? Когда Давиду сообщают о гибели Авшалома, то он оплативает своего сына. Давид вообще в книге Шмуэля, так сказать, мастер траурной песни, поэт отпевающий погибнувших, начиная с Шауля Ионатана, потом он плачет по погибнувшему Авнеру, и теперь по собственному сыну краткая, но очень эмоциональная песнь «Плачь», и он просто говорит «Бни Авшалом, сын мой Авшалом, бни, бни, сын мой, сын мой, Авшалом, ой, если бы я умер вместо тебя, Авшалом, сын мой, сын мой». А вот это многократно подчеркнутое «сын мой, сын мой» пять раз в стихе, в одном коротеньком стихе. Значит, о чем же нам это говорит? Фактически, автор никак не оценивает поведение Давида, и поэтому остается такое амбивалентное, опять же, чувство. С одной стороны, чисто по-человечески, Давида очень легко понять. Он теряет сына за сыном, и вот эта гибель Авшалома, который мог бы, в принципе, если бы не восстал против Давида, даже стать его наследником, приводит его в отчаяние. В то же самое время этот плач по Авшалому это как бы некоторое проявление слабости Давида. И с точки зрения, по крайней мере, некоторых персонажей истории, преступное потакание вот этим прихотям своих его собственных сыновей, неспособность Давида их удержать. А Юав, полководец Давида, его очень сурово упрекает и говорит, ты сейчас опозорил всех своих верных слуг, которые спасали тебя. Ты больше любишь тех, кто тебя ненавидит, и ненавидишь тех, которые тебя любят. Единственное, кто тебя интересует, это Авшалом. Если бы он остался жив, а мы бы все, которые защищали бы тебя, умерли, это было бы в твоих глазах лучше. Эта суровая отповедь заставляет Давида встать и выйти навстречу народу и поприветствовать его. Но действительно как бы вспоминается невольно история, связанная с Или, которого в начале книги Шмуэля автор упрекает в том, что он недостаточно противился поведению своих сыновей, не смог их остановить. Так и Давид тоже не может остановить своих преступных детей, не может или не хочет, не чувствует себя вправе это сделать, поскольку сам преступен. В этом смысле сравнение с Авраамом тоже можно повернуть в обе стороны. Можно увидеть в образе Давида как бы некоторый очеловеченный образ по сравнению с Авраамом можно и образ того, который пытается противиться божественной воле. Ибо, как мы уже видели, божественная воля состоит здесь в том, что бы навести на Афшалома беду. Давид это неприемлемо. Поскольку время наше подходит к концу, до Адонии и Шлома мы не дошли, дойдем в следующий раз, я вкратце подытожу то, что мы сейчас видели. Очевидно, что история царствования Давида, как говорят на еврейте, идет из огня до в пол и как бы постоянно спотыкается и вот это спотыкание, эта неровная дорога связана с происходящим в его семье. Значит, это то, что происходит в его семье, заявлено как наказание, данное Богом за его преступление с Батшевой, но параллельно с этим, как бы, если отвлечься от этого общего утверждения, как бы, мы видим здесь, опять же, такое тяжелое напряжение между Давидом и его детьми. Если в случае с Шаулем напряжение состояло в том, что дети не поддерживали его притязание на власть и готовы были передать ее, эту власть, другому человеку, то в случае с Давидом в каком-то смысле это еще хуже, потому что дети восстают на него. И даже если это происходит не прямо, как в случае с Амноном, Амнон, казалось бы, восстает не против Давида, он совершает свое преступление с Тамар, но фактически таким образом он отсекает самого себя, отсекает себя от дома Давида. Как бы трагедия Давида, связанная с его детьми, она состоит именно в том, что они как бы становятся преступниками, преступниками, которые в частности готовы пожертвовать частью своей семьи, будь то сестра, будь то отец, вплоть до гибели, поскольку Афшалом собирался убить Давида. И Давид не в состоянии этому противостоять. как бы вот этот образ такого незгибаемого воина, который пестуется в первой части книги Шмуэля, изменяется и превращается в совершенно другой образ такого человека, страдающего, вызывающего эмпатию, но в то же время человека, который потворствует злу и не способен ему противостоять. Что касается Адунии и Шлумо, то об этом мы поговорим в следующий раз. Сейчас, опять же, в заключение можно задать вопросы, сделать замечания. Можно меня или не знаю, как это спросить? Пожалуйста. Меня что все время смущает, что когда мы начали разбирательство, речь шла о том, что текст, с которым мы имеем дело, записаны гораздо позднее, чем события, которые они как бы описывают. Мы имеем дело не с летописями, мы не имеем дело с историей. История происходила тогда, когда тексты записывались и как это влияло на составление этих легенд на основе каких-то сказаний и так далее. То есть это не реальная история. Мы все время, мне кажется, уходим от этого момента, который существенно может повлиять на интерпретацию самих этих текстов. Как вы считаете, что тут сказать, насколько это все мое представление, оно верно, не верно, в чем тут вот я все время меня как бы не хочется узнать, что происходило в это время, когда записывались эти тексты, какое значение они имеют в то время, когда они записывались, для чего они записывались, кто ими пользовался. Они использовали фактически какие-то легендарные истории для того, чтобы как-то повлиять на реальные какие-то возможные, там это были политические тексты, это были какие-то общественные тексты. вот и вот мне вот этот вот разрыв, он мне как бы не дадут покоя. Что вы можете сказать по этому вопросу? Я согласен с вами полностью, что разрыв есть. Значит, я как бы каждый раз не повторяю снова и снова, что тексты, с которыми мы имеем дело, они как бы историческая достоверность по меньшей мере сомнительна. Мы не можем на них опираться, как на то, что описывает фактологию и потому, что они очень отдалены по времени описываемых событий и потому, что у нас нет никаких других параллельных текстов, с которыми мы могли бы сомнить, сопоставить то, что здесь написано. Поэтому, разумеется, эти тексты, как бы создававшиеся гораздо позднее, они не отражают в точности то, что происходило или могло происходить. Теперь вполне возможно, что у автора текста книги Шмуэля были, наверняка были какие-то источники письменные и устные, которыми он пользовался, когда создавал свою историю о Давиде. Теперь насчет целей, но это очень спорный момент. Я еще раз повторяю, я два занятия назад ставил вопрос о том, что весь этот нарратив, который следователи еще с начала 20 века, был такой в 20 веке исследователь по имени Леонард Рост, он назвал этот нарратив нарратива престола наследия. Он считал, что нарратива престола наследия, он более или менее начинается с рассказа о грехе Давида и Батшевы и продолжается вплоть до гибели Адонии и воцарения Ишлумов. И как бы что этот текст в принципе представлял собой совершенно отдельный источник, который повествовал о том, как постепенно очень нелегко складывалась династия Давида, которую он воспринимал как избранную. Теперь существует и повторяет совершенно другая точка зрения, которая говорит о том, что эта точка зрения например принадлежит к Мартину Ноту, которую я тоже упоминал уже, что текст этот антимонархический, что он как бы исходно стремится показать, что даже когда речь идет об избранном Боге царе, в конечном счете это неизбежно приводит к растлению, к порче и с этим в общем ничего не удается поделать. Это как бы такой замкнутый круг, который в конечном счете приводит и к разрушению Иерусалима и храма. Существует и такая точка зрения. Теперь что касается времени создания, но опять же это вопрос очень спорный и дискутируемый. Если считать весь этот корпус того, что мы называем Невиим Решуним неким единым целым, хотя это некоторое проблематичное заявление, но если все-таки так считать, то вот тот же Мартин Нотт предполагал, что текст создавался уже после изгнания, после разрушения Иерусалима. Другие исследователи, скажем, такой как Франк Моркросс и другие говорят о эпохе царя Йошияу в конце VII века до новой эры как времени создания этих текстов и Йошияу видел в себе своего рода такого второго Давида воссоздателя империи. Впрочем, опять же, трудно себе представить, что в рамках этого проекта царя Йошияу текст, который мы сейчас читаем, который отнюдь не лицеприятно относится к Давиду и его сыновьям, мог бы быть поднят на щель. Поэтому эти вопросы достаточно спорные и однозначного ответа не имеют. Понятно, более-менее. Спасибо. Значит, мы в следующий раз во-первых, закончим вот эту тему мотива отцов и детей буквально первые 15-20 минут, а потом тема, которую я в качестве промо заявляю, это тема такая. Разница между тем, как царство Давида описывается в книге Шмуэля и тем, как оно описывается в книге Девреямин, сама эта разница и как ее можно объяснить. Последний штрих царствования Давида. Вот. Ну, вот, если больше вопросов нет, то тогда мы сегодня на этом закончим. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания.